Всем привет! Это канал Море, Музыка, Туризм. Мы в Петербурге, в самом центре, на Казанской улице. Дом 26. Она находится рядом с нами. И здесь мы не случайно. Сегодня выпал первый снег. На улице достаточно прохладно и достаточно макровато. И в такой день очень хочется тепла, света и уюта. И я нашел то самое место, где это все есть. Это цветочная мастерская и кафе In Bloom. И сейчас мы зайдем и поговорим с хозяйкой заведения Кристиной о том, как ей удалось создать такое прекрасное место. Пошли! Ну что же, а вот и Кристина. И мы уже внутри. И здесь действительно очень уютно. Здесь очень уютно, тепло, светло, цветы. И еще скоро будет кофе. Но пока мы поговорим про то, как все начиналось. Кристина, как все начиналось? Я уже прочитал, что вы окончили школу, которая находится напротив. Это указано на сайте. Да, все верно. Ну, что было между школой и открытием? Как вы пришли к этому? Целая пропасть была между этим событием. Я действительно, вот Кирилл правильно говорит, закончила 211-ю школу. Здесь, на Горохово, это для меня родные места. Жила на Казанской улице. Казанская, 14. Прожила всю жизнь практически в центре. Поэтому все родные места. После школы вступила в университет Герцена на матфак. Как не удивительно. Да, я закончила магистратуру физико-математических наук. Пошла работать в школу после 4-го курса, когда получила диплом бакалавриата. Пошла работать в 636-ю школу. Работала там учителем информатики. Проработала 9 лет. Это вообще удивительно. Как можно из информатики уйти в цветочный бизнес? Ну, да, сейчас вам расскажу. Проработала 9 лет. Это были одни из лучших моих лет. Очень любила свою работу, любила детей. До сих пор туда прихожу. Дети пока еще все не выпустились. Поэтому периодически меня зовут. Но понимаю, что скоро эта эпоха закончится, к сожалению. Параллельно, наверное, года 2 последних, я решила, что надо чем-то заниматься помимо школы. Потому что всю жизнь в школе оставаться не планировала. Хотела как-то себя тоже развивать. И думала о своем бизнесе. Идей было много. Это были идеи, связанные с одеждой. Еще куча с чем. Но я все рассказывать не буду. Может быть, когда-нибудь я их все же реализую. И одна из идей была, это цветы. Почему цветы? Мне нравятся они, во-первых. Во-вторых, у меня подруга занималась цветами. Я периодически у нее что-то спрашивала. Просила поделиться. Ну и в какой-то момент мы с моей одноклассницей, которая работала тогда в полиции, решаем открыть свой цветочный магазин. Это было спонтанно. Вот просто как по щелочку пальца. У меня урок. Она мне звонит. Говорит, я придумала, чем мы будем заниматься. Мы будем заниматься цветами. И у него была очень классная идея делать букеты в зонтиках. И, собственно, мы открываем наш магазин. Он называется Зонт. Делаем логотип. Тоже такой с зонтиком. Я потом, может быть, как-нибудь покажу его. И начинаем делать букеты. Оказалось, что, конечно же, не так просто. Уходило очень много сил, энергии. Я параллельно работала в школе. У моего партнера Иры, вот моя одноклассница, был маленький ребенок. Но сейчас уже просто немаленький. Ну и наступают какие-то сложности. Но все в итоге хорошо. Просто мы решаем разойтись. Расходимся. Но я остаюсь с цветами. Потом еще новое помещение. У нас было помещение на третьем этаже на конюшеной. Большой конюшеной. Понимаю, что все-таки для цветов нужна проходимая точка. Ну, конечно. Поэтому начинаю искать и натыкаюсь на это помещение. Прихожу сюда, влюбляюсь и, собственно, продолжаю заниматься МГУ. Я вчера немножко почитал о цветочном бизнесе и узнал для себя много нового. Во-первых, так написано было в статье, которую написал, как там указано, большой профессионал этого бизнеса, что цветочный бизнес – один из самых неприбыльных. Я где-то, пожалуй, могу согласиться с этим. Но когда вкладываешь душу, когда идешь к чему-то очень долго, потому что поначалу, я говорю, что было тяжело. И было очень много вложений в своих личных, финансовых в том числе. Но шаг за шагом, когда трудишься, работаешь, любишь свое дело, оно получается с душой, и все получается хорошо. Я также прочитал, что цветочные магазины бывают, ну, это очевидно, да, двух типов – это массовые и премиальные. И в премиальных магазинах, а мы явно в премиальном магазине, это очевидно, как минимум из интерьера. В премиальных главное – это букеты. И поэтому главный человек цветочного бизнеса – это не вы, а флорист. Да, совершенно. Это правда? Да, это правда. Пожалуй, соглашусь. У нас есть действительно ведущий флорист, который отвечает за разработку всех общих концепций наших букетов. За то, как они будут выглядеть, как они будут преподноситься, это действительно не я. Я больше здесь вдохновляю, приношу какие-то идеи тоже, мы всегда там собираемся, что-то обсуждаем. Но это действительно так, потому что очень важно, чтобы наши букеты были авторскими. Потому что мы себя позиционируем как действительно премиальный сегмент, авторский букет, чтобы они были с какой-то определенной изюминкой. Я посмотрел сайт InBloom. Кстати, я, по-моему, даже еще нигде не упомянул, что то место, где мы сейчас находимся, называется InBloom. Сайт какой? AlwaysInBloom.ru А Инстаграм InBloom SPB? Да, с нижними подчеркиваниями. С нижним подчеркиванием посередине. InBloom в одно слово. Нет, нет, там InBloom, нижнее подчеркивание, InBloom, нижнее подчеркивание SPB. Ага, отлично. Кстати, я должен вам сказать, что надо обязательно сходить и подписаться на этот Инстаграм, только ради того, ну, там прекрасные букеты, там все, но там есть шикарные видеорилз, которые делает Кристина и ее коллега Юлиана. Да, Юлиана. Это что-то. Это бездна юмора и остроумности. Бывает, да? Да. Я с удовольствием смотрю на них. Спасибо. Значит, на сайте очень много букетов. Как вообще хватает фантазии на такое количество букетов? Это тоже наши заказчики, наши гости молодцы. Они, мы же не всегда делаем букеты те, которые нравятся только нам. Мы часто, точнее мы всегда слушаем наших гостей, слушаем их пожелания, слушаем то, что они хотят и благодаря им тоже делаем, создаем какие-то шедевры, привнося свои нотки. У вас есть постоянные клиенты? Конечно. Благодаря им, собственно, мы цветем. И как долго вы нарабатывали эту? Три года. Три года. Поначалу, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Сколько, насколько ваш бизнес зависит от постоянных клиентов? На сто процентов. Да? То есть люди, просто проходящие мимо, это незначительное количество. В нашем случае у нас не супер проходная точка, поэтому в нашем случае это наши постоянные гости, те, которые заказывают в большем случае онлайн. А онлайн даже? Онлайн, да. То есть у нас доставка действует по городу и в основном заказывают, очень есть частые заказы, когда из других городов заказывают. Они как-то на нас выходят каким-то образом. Вот у нас есть наши постоянники москвичи. Которые заказывают букеты для людей в Петербурге? Да, да, совершенно верно. Потом у нас были заказы из других стран. Я не помню, Маша, ты, наверное, не помнишь, да? То, что вот у нас перевод по PayPal. Из Европы, да, бывают заказы. Я не знаю, честно говоря, каким образом они на нас выходят, но заказы из Европы тоже есть. Поэтому в основном, конечно же, онлайн. К нам заходят, заходят и наши постоянные гости заходят, и на же есть и самовывоз, конечно же. И заходят просто люди с улицы. Еще очень часто заходят, потому что у нас высокая оценка на Яндекс.Картах. Многие пользуются, смотрят, где поблизости цветы, потому что мы периодически спрашиваем, как вы о нас узнали. Нам говорят, а вот на Яндекс.Картах увидели, что у вас оценка высокая. У нас действительно высокая оценка. Спасибо нашим гостям, которые оставляют отзывы. Вот, все отзывы правдивые. Поэтому нам, конечно, очень приятно видеть пятерку на Яндекс.Картах. Что касается сезонности вашей торговли, 8 марта по-прежнему топовый праздник? Самый топовый. Самый. Он, вот как говорят, может кормить целый год. Это действительно так. Если грамотно подготовиться к этому празднику, все продумать, то прибыль может быть очень высокой. Я вообще не знал, мне стыдно, но действительно я не знал, про существование Дня Матери. А я прочитал, что День Матери уже догоняет 8 марта по важности. Да. День Матери пока что, конечно же, не такие масштабы, как 8 марта, потому что 8 марта мы не спим двое суток. Я причем сейчас не шучу. В прошлом году я поспала за двое суток 2 часа. Девочки не спали, по-моему, вообще. Я вот 2 часа говорю, все, меня нет. Это тяжело на самом деле, поэтому этот праздник уже, когда работаешь с цветами, не очень любишь. С одной стороны, с другой стороны, конечно же, да. День Матери, да, 28 числа, 28 ноября. Это последнее воскресенье ноября каждый год. То есть вот уже сейчас. Да, напоминаю, мы напоминали недавно нашим вот постоянным гостям. И, конечно, есть сразу отклик, и мы понимаем, что действительно масштабы догоняет. Но пока, конечно, не догнать 8 марта, но тем не менее. А Новый год? Новый год там свои фишки. Это мастер-классы, это украшения витрин, каких-то ресторанов. Это тоже венки, елки, но больше все-таки это мастер-классы и декор. А вот эта тема с мастер-классами по флористике пользуется популярностью? Да, пользуется. Ее нужно, конечно, тоже развивать. Это, на самом деле, тоже отдельное направление, как и декор. Я просто люблю, когда все четко, грамотно. Вот прям я перфекционист где-то, поэтому мы особо не развиваем, но мы делаем мастер-классы, делали и в прошлом году, и у нас тоже были хорошие отзывы. И вот сейчас уже какие-то запросы есть о том, чтобы мы провели. Мы готовимся, но пока вот готовимся к Дню-матери, чтобы потом уже отдельным этапом подготовиться к мастер-классу. А лето провал? Нет, летом это сезон свадеб, тоже декор, поэтому спад идет на цветы частично, потому что появляются садовые цветы, бабушки у метро стоят, причем мне самой всегда хочется у них купить цветочки, и я это делаю. Ну, конечно, садовые цветы не стоят столько, сколько стоят наши, но тем не менее. Конечно, идет спад, но это сезон свадеб, декор, поэтому тоже всяких мероприятий. Есть провальные месяцы, это январь. А, январь. Январь, да, потому что после Нового года затишье идет. И октябрь, наверное, где-то получается. Конец сентября, середина сентября, октябрь, они всегда спокойные и тихие. Вы еще и кафе. Мы больше кафе все-таки для наших гостей, чтобы нашим гостям было уютно, тепло и с комфортом можно было подождать, пока наш флорист соберет букет для наших гостей. Да, но у вас прекрасный кофе и абсолютный хит продаж. И мой любимый тирамису. Просто тирамису у вас сумасшедший. Да, это правда. Расскажите про тирамису. Почему выбрали именно его? Да, немного расскажу. О, смотрите-ка. В этом десерте. А вот и оно. У нас два вида. Это классический тирамису и миндальный. Ага. Самарадно. У меня есть секретный рецепт от итальянского шеф-повара, который приезжал прямо сюда, выбирал продукты для приготовления тирамису, чтобы этот десерт был максимально похож на десерт, который продается в Италии. Мне очень долгое время не нравился этот десерт. Когда он появился, все говорили про него. Я попробовала у нас. Думаю, что за вообще ерунда. Почему все так говорят об этом тирамису? Мне вообще не понравился. И в какой-то момент я оказалась в Милане, пробую этот десерт там, влюбляюсь, понимаю, что это просто что-то нереальное. Но здесь я такого не пробовала десерта. Но, по крайней мере, мне не попадался. Ну и вот с итальянским шеф-поваром разработали... Здорово, здорово. ...десерт, похожий на итальянский. Интерьер делали вы или приглашенная звезда дизайнера? Интерьер делала Ксения Горская. И эта девушка молодая. И я потом вносила уже свои какие-то коррективы. Я, если честно, хотела бы уже здесь что-то поменять. У меня это в планах, но чуть позднее. Кристина, откуда и почему здесь, в цветочной мастерской Битлз? Так, это такая отдельная тоже история. С удовольствием вам про нее расскажу. Дело в том, что данная картина – это картина моего папы. Почему она оказалась здесь? Если вы посмотрите на наш холодильник сверху, вот сейчас, правда, повернута коробка, мы бы позже попробуем ее развернуть. Я вам покажу. Видите, коробка Аха Агруфа слева? Это, на самом деле, коробка Битлз. Ее бы хорошо повернуть, чтобы потом вы посмотрели. Там за цветком Мадонна и Киев. И еще у нас была коробка Аббе. Что же это за коробки? В какой-то момент ко мне пришло вдохновение, и мне захотелось создать музыкальную коллекцию цветов. И хотелось каждую группу как-то охарактеризовать. Охарактеризовать с помощью вот таких коробок и с помощью цветовой гаммы, которая относится к этой группе. Например, у Битлз у многих, наверное, ассоциируется все равно с черно-белым и добавлением какого-то красного оттенка. Аха обычно с голубым. Кис там вообще у них определенные цвета. Это и оранжевый, и фиолетовый, и желтый, и зеленый. И все цвета на этих коробках представлены. И, собственно, мы решили создать коллекцию, как-нибудь ко мне пришла эта идея в голову. В 2017 году у меня умер папа, к сожалению. Я его очень сильно люблю. И мне хотелось что-то сделать такое, что напоминало бы о нем. Мой папа фанател от метлов вообще просто. Я помню его лицо, когда он пришел из концерта. Пола Маккартни здесь на Дворцовой. Какой он был счастливый. И, собственно, я тоже, на самом деле, благодаря отцу, люблю такую музыку, как Аха, Аба, Битлз. Иногда даже Лед Зепплин и какой-то рок. Но такой не тяжелый. Мой отец мог послушать и тяжелый рок. И пришла идея создать музыкальную коллекцию. И первая группа, которая, конечно же, у меня была в голове, это были Битлз. Здравствуйте, Кангтасина. Я должен подойти к коробкам. Да. Я не дотянусь, но я бы удовольствую повернула бы. Вот если с этой стороны попробовать, посмотреть, вы увидите, что там написано Битлз. Эти коробки рисовала моя подруга вручную. Она художница. Мадонна, да. Под каждую коллекцию мы выбирали определенную песню, которая бы ассоциировалась именно с этой группой. У нас сняты видеоролики с Аббой, с Мадонной, с Акой. Можете в нашем инстаграме их посмотреть. Пока что еще в процессе. Это Битлз, Киз. Вот эта группа у нас осталась. Это все очень интересно. Если бы мы были сейчас на каком-нибудь радио, то тут как раз нужно было бы включить песню Битлз. Но я думаю, ее послушают после этого интервью немедленно. Что же, это было все очень интересно. Но, во-первых, уже пора есть тирамису и пить вкуснейший кофе. Поэтому давайте завершать. Что хотите сказать всем тем, кто нас будет смотреть? Хочу сказать, что буду рада видеть каждого у нас гостя. Я не всегда здесь бываю, но если есть, то я всегда, конечно, пообщаюсь. Казанская 26, да? Да, Казанская 26, друг 27. Всегда рады. Приходите, угостим вас чашечкой кофе, чая, воды, тирамису. И просто для комфортного настроения и покоя, для получения вот этих так нужных нам сейчас позитивных эмоций. Позитивные эмоции – это инблум. Конечно же, а по промокоду Кирилл у вас будет действовать скидка на наши букеты. Да вы что? Есть такой промокод, точно. Конечно. Забыл. Спасибо. Будем ждать. Ну все. Спасибо.